Здравствуйте! Передо мной Сергей Ильич Чеберин, инструктор, тадист муниципальной школы Олимпийского резерва города Дюберса, Московской области. Сергей Ильич, знаю, что у вас с Либерсом была проблема в конце года, в ноябре, в декабре, которую писали СМИ. Были открыты письма в адрес министра спорта Павла Антоновича Колобкова, а также другие шаги поднимали. Кратко можете вспомнить, что тогда произошло у вас и чем эта история все-таки закончилась на сегодняшний день? Да, конечно. Добрый день. Ситуация сложилась таким образом, что руководство администрации областной школы по тяжелой атлетике решило переехать, сменить юридический адрес в город Подольск. Значит, Люберцы, исторически сложилось так, что город Люберцы, где зародилась тяжелая атлетика Московской области, и находилась администрация спортивной школы. Но, к сожалению, и по каким причинам новый директор Кирилл Константинович Чепелевский решил переехать, сменить место расположения, нам не было понятно. Мы известили руководству школы, что администрация не может уехать, так как все практически жители города Люберцы. В связи с этим были написаны заявления о увольнии. Мы обращались и к министру спорта России Павлу Анатольевичу Колобкову, и обращались к министру спорта Московской области Роману Игоревичу Терешкову. Но, к сожалению, на нынешней ситуации не изменилось. Администрация приехала в город Подольск. К сожалению, из 9 членов администрации, 7 человек написали заявление на увольнение. А это люди, которые проработали от 10 до 20 лет в школе, в тяжелой атлетике. И специалисты, я вам хочу сказать, с большой буквы. Кто сейчас в данный момент работает в школе Московской области, я не могу сказать. Но, судя по тому, как она сейчас работает и развивается, там не специалисты тяжелой атлетики. Хорошо. Ну, как вот вам удалось все-таки остаться, какие шаги были предприняты, и благодаря кому вы выжили, и что сейчас вас беспокоит? Я хочу сказать большое спасибо за оперативную помощь главе города Владимиру Петровичу Ружицкому. Главе города Рюберц. Да, городского образования, город Рюберц. Это в первую очередь. Владимиру Владимировичу Суркову, это председатель спорткомитета. И директору муниципального учреждения, спортивной школы города Рюберц. Софину Павлу Асланбековичу. Эти люди очень оперативно и близко к сердцу приняли эту проблему. Конечно, они вложили и помогли с этой проблемой. Если бы не их помощь, нашему залу бы уже не существовало. А зал, нашему залу на следующий год будет 55 лет. Этот зал один из исторических мест, где зарождалась тяжелая атлетика в Московской области. Там поднимали штангу Вячеслав Иванович Клоков, Дмитрий Клоков. Приезжал Василий Иванович Алексеев, выступал в этом зале. Многие, многие известные люди. И потерять такой зал, я считаю, преступлением. Для любителей тяжелоатлетики Московской области, конечно, это был сильнейший был удар. Но, слава богу, обошлось. И благодаря администрации и помощи спортивной администрации города. Сейчас в чем проблема? Вот сейчас есть какая-нибудь проблема? Да, к сожалению, у нас проблема такова, что город нас принял, но не был вовремя извещен город, то, что администрация переезжает. И деньги были заложены исключительно только на аренду зала. Поэтому инвентарь, к сожалению, у нас отсутствует большой соревновательный помост, который нам как воздух нужен. Почему? Потому что в плане календаря Московской области заложены 4-5 соревнований областных в городе Люберц. От 10, наверное, до... А возраст, да, возраст варьируется от 10 и до старших возрастных групп. Основных. Основных, конечно. Поэтому мы повязаны по рукам к ногам. Два соревнования у нас, к сожалению, уже сорваны. Не знаем, каким образом мы будем еще проводить соревнования, но, к сожалению, администрация областной школы нас подвела. Ну, то есть сейчас как бы все-таки надеюсь, если, может быть, на какие-нибудь инвесторы, которые помогут вам. Да, да. Я вот езжу в данный момент в Гераклионе. Замечательный зал. Замечательные отношения. Разговаривал с Сергеем Александровичем Ереминым, который обещал помочь. Я думаю, он поможет, потому что такой энтузиаст тяжелоатлетики. И я нередко здесь бываю. Мы частенько сюда приезжаем с детьми. Видя такое отношение к детям и видя, как проводятся здесь соревнования, я уверен, что все будет хорошо. Ясно. Ну, остается нам пожелать удачи. Погадать вас за то, что вы сохранили традиции тяжелоатлетики города Люберс. Такого действительно исторические традиции тяжелоатлетики. Спасибо. Ну, и добиться того, чтобы все-таки до конца организовывалась была ситуация, чтобы это до конца сохранилось, чтобы у вас была помощь именно в оборудовании. Ну, и также прославлять успехи. Тем более, знаю, что Люберинский тангист и недавно выступал на Кубке России и выступил достаточно нормально. То есть чуть-чуть ему не хватило до мастера спорта, чуть-чуть норматива. Он мастер спорта. Он мастер спорта, но выполнен практически по нормативу мастера выступил. Чуть-чуть ему не хватило. Ну, может быть, вот это все-таки тоже влияет на вот эту ситуацию тяжело тоже повлияло на его выступление. Ну, я хочу сказать, что действительно ситуация была настолько нервозной, что действительно повлияла на многие вещи в зале. Потому что тренерский коллектив постоянно находился в каком-то напряженной ситуации. Тут вопроса до работы для творчества уже не было. Поэтому дай бог, чтобы ситуация выровнялась и получилась так, как... Я думаю, что Артем, тем более, он восстанавливается. Он был в том, что, например, он... Я думаю, что Артем, естественно, кто же, все получится. И он также будет показывать достойные результаты. И я думаю, что еще не раз выполнит на мастера спорта, подтвердит его. Нет, еще не раз порадует нас своим результатом. И порадует, да, и выйдет на, может быть, уровень уже и топ-6 российских главных стартов. Так что я думаю, что Дюберсы остались. Как бы хорошо, что они были представлены даже на Кубке России. Удачи вам так держать. Спасибо вам большое. Спасибо.